Во многих городах России, в том числе и Тверской области, сейчас проходят акции поддержки наших военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. По доходящей с фронта информации, солдаты и офицеры очень дорожат этой поддержкой нашего общества. Калязин стал финишной точкой межрайонного автопробега «Своих не бросаем» и митинга «Россия-Крым-Донбасс» в поддержку русского мира. Подробности в нашем следующем материале. На набережной Волги в Калязине собрались те, кто решительно поддерживает российскую спецоперацию на Донбассе и Украине. И позицию, которую занимает Россия. В город прибыли многочисленные автоэкипажи из Бежицка, Кашино и Кесовой горы. Десятки машин украшены флагами и символикой спецоперации. Глава Калязинского района Константин Ильин отметил, что нашему народу необходимо единство, чтобы противостоять внешним угрозам. Пецоперация, которая началась, она была вынуждена, если бы еще бы сутки промедлили, то эта армада сил, подготовленная западом, накачанная западным оружием, могла оказаться на территории Луганской, Донецкой республики, на территории Российской Федерации. Россия вынуждена была начать спецоперацию. И это было сделано, чтобы закончить геноцид по сути наших же людей, а также не допустить дальнейшей эскалации набиравшего силы украинского нацизма, активно поддерживаемого из-за границы. Восемь лет бомбят их. Восемь лет люди, ничем не повинные, находятся в подвалах. Но ничего, у нас есть силы. Мы все это выдержим. От имени молодежи с призывом поддержать российских военнослужащих выступила Марина Новожилова, руководитель отряда юнормии Нерильской средней школы. Всегда важно вовремя твердо сказать «нет» всем проявлениям нацизма и геноцида. Мы никогда не оставляли наших братьев один на один с бедой. Не оставили и сегодня. Выразили свою солидарность с выступающими представители Беженского межрайонного отделения Союза десантников России, которые приняли участие в автопробеге. Участники митинга собрались, чтобы показать, что пока военнослужащие участвуют в спецоперации по уничтожению нацизма и разоружению преступного режима на Украине, наша задача верить в них и надежно защищать их тыл. В этот день многие, пришедшие на митинг, присоединились и к акции по сбору гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Активисты выразили уверенность, что сегодняшняя консолидация нашего общества поможет скорейшему завершению спецоперации и дальнейшему налаживанию мирной жизни на Украине.